Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Бери пример соседа. Для всех и каждого компания Титан. В доме на улице Арджиникидзе произошел взрыв бытового газа. Это случилось 2 июля вечером в квартире на пятом этаже. По предварительным данным пострадали 2 женщины. Одна из них, 64-летняя хозяйка пострадавшей квартиры, была госпитализирована с тяжелыми ожогами. На место прибыли власти города и все спецслужбы. Пожарная, скорая, газовая служба. Дом обесточили, всех жильцов эвакуировали. Кто-то провел эту ночь у родных, а кто-то в гостинице. Все подробности в нашем первом материале. Жильцы дома номер 6 по улице Арджиникидзе пытаются прийти в себя после испытанного шока и думают, куда теперь идти ночевать. Всех их экстренно эвакуировали и запретили возвращаться в квартиры. Слишком опасно. В 17.10 на пятом этаже произошел взрыв бытового газа. Выбило окна на балконе и в комнатах. Пострадали также и соседние квартиры этажом ниже. Пожарные зафиксировали следы воспламенения. Нас убыли из квартиры. Вы сами понимаете, надо же проверить, нет ли утечки. На место прибыли все оперативные службы города. Пожарная, скорая помощь, газовики. Том отключили от электричества и газа. При происшествии пострадали две женщины. Одна из них – хозяйка квартиры на пятом этаже, 64-летняя пенсионерка. Ее с тяжелыми ожогами госпитализировали. Жильцы допускают, что, возможно, она и стала виновницей происшествия. После ЧП ее без одежды вывели из подъезда. По словам соседей, ранее она заявляла о намерении покончить с собой. Она хотела покончить жизнь. Серьезно? Да. То есть это, возможно, была под... Она так и сказала, да. А вам она сказала? Нет, не нам, а людям сказала. Вышла со мной. Совершенно голая. Вместе с оперативными службами на место с целью оценки ситуации выехали губернатор Игорь Васильев и глава администрации города Дмитрий Осипов. После обследования здания было принято решение о введении на территории жилого дома режима повышенной готовности. Жильцам предложили разместиться в гостинице «Губернская» с полноценным питанием. Однако многие предпочли остановиться у родственников и знакомых. Я пытаюсь понять, какое количество людей необходимо разместить. У кого нет возможности, чтобы я сразу понял, сколько человек. Нам бы просто зайти, кое-что взять. Да, нам тоже. Это уже после принятия решения. Известно, что газовое оборудование в доме было проверено в сентябре прошлого года. И все было исправно. Отселенные квартиры сейчас находятся под охраной полиции. Дом отцеплен. После ЧП Следственный комитет начал проводить проверку. Следовательно устанавливают причины случившегося. Устанавливают обстоятельства произошедшего. Рассматриваются различные версии. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. На следующий день после ЧП 3 июля было проведено обследование конструкций. Экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты Департамента городского хозяйства и Управления гражданской защиты, установит степень повреждения межкомнатных и межквартирных перегородок панельного здания, чтобы определить, насколько безопасна их дальнейшая эксплуатация. Авария нанесла ущерб квартирам на четвертом и пятом этажах четвертого подъезда. Для жильцов работает горячая линия по телефону 76-02-20. Первые результаты обследования дома и то, какие меры необходимо принять, озвучат на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Алина Котрихова, Павел Москвин. Место происшествия.